Как это пережить? Наверное, такая мысль накануне возникла у многих родителей. Все мы видели страшные кадры из Перми, массовый расстрел, который устроил 18-летний молодой человек, много погибших и еще больше людей, которые сейчас ловят за собой вот это вот чувство, когда внутри тебя что-то сжимается, и сделать ты с этим ничего не можешь, особенно если ты родитель и тревожность от тебя не уходит. Что делать с этим чувством внутри, как сейчас выйти из этого состояния, и как со своим ребенком поговорить о том, что иногда случается. В школах, в институтах, в колледжах, к сожалению, таких примеров у нас много. У нас в студии Ольга Долгальна, клинический психолог, когнитивно-поведенческий терапевт. Здравствуйте. Здравствуйте, Ольга. Скажите, пожалуйста, есть категория людей, которые действительно очень сильно напугались после этих событий, и это, к сожалению, не первое событие, этот год показывает нам, да, что почему-то это случается, и это случается с молодыми людьми, у которых что-то происходит внутри, с психикой, они берут оружие и идут расстреливать людей. Это не может просто не тронуть нормального человека, особенно если у этого человека есть дети, и эти дети ходят в школы, институты и так далее. Если сейчас кто-то из наших телезрителей очень обеспокоен, встревожен и начинает бояться отпускать своего ребенка куда-то, что, как с этим можно сейчас поработать? Какие задать себе вопросы, какие получить ответы? Давайте начнем вот эту тему раскрывать, чтобы помочь нашим телезрителям. Конечно, очень трагическое событие, но давайте, вот если мы говорим про родителям, которые сейчас очень тревожатся насчет похода в школу, у меня у самой двое школьников, и важно все-таки возвращать себя в реальность. Несмотря на то, что это событие, казалось бы, происходит часто, школа до сих пор остается самым безопасным местом для ребенка. Ну, то есть по статистике в школе как раз ничего практически и не происходит, несмотря вот на это событие. Больше всего насильственных действий в отношении ребенка происходит где? В семье. Дома. И несмотря на то, что мы сейчас видим такое событие, школа не перестает быть безопасным местом. Но родитель может рисовать себе страшные картинки, верить в них и тем самым себя накручивать. Вот это важно остановить, ну и как минимум все-таки оградить себя от новостей. Ну, то есть это шок-новость, но важно после этой новости прийти в себя в свою реальность. То есть посмотреть объективно на то, что в твоей жизни происходит, да, и понять, что мы находимся в безопасности. Так и есть. Ну, то есть важно себе напомнить, катастрофа происходит исключительно у меня в голове. Объясните, пожалуйста. Раскройте эту мысль. Это процесс катастрофизации, да, когда я представляю себе страшные картинки, что это происходит с моим ребенком, что я не могу это контролировать. Напомнить себе, что это происходит только у меня в голове. Мысли об этом, не есть факты об этом. То есть то, что произошло, вот этот шок-новость, это единичный случай, а не норма. Вот это важно. Однозначно. Ну, то есть даже если мы говорим о зарубежной практике, где этого еще больше и еще чаще, несмотря на это, даже там это происходит редко. И стоит себе напомнить, что да, вчера это произошло в колледже, там это произошло в школе, но еще сотни тысяч школ функционировали в этот момент нормально. Следующее тогда продолжение этой темы, как об этом поговорить с ребенком и нужно ли об этом говорить. Родители иногда, наоборот, ребенка ограждают от этих новостей, но это же сейчас нереально. Это невозможно абсолютно, особенно если мы говорим все-таки про среднюю школу, может быть каких-то младших классников еще можно, средних нет. Говорить об этом, да, однозначно нужно, чтобы справиться и с тревожностью у ребенка, потому что это однозначно очень... Ну, мы буквально наблюдаем после вот подобных событий всплеск об обращении с детьми. Поэтому да, об этом нужно говорить, но сначала нужно разобраться с собой, чтобы вот этот уровень самообладания был стабильный. Буквально, что ты слышал, какие новости ты слышал, знаешь ли ты что-то об этом, сначала нужно выяснить именно это. Насколько ребенок сам погружен в это? Конечно. Вот это сначала выяснить. Конечно, потому что, возможно, он и не слышал, но стоит об этом сказать. Исходя из... это будет эффективная тревога. Я знаю даже, что уже в сентябре в некоторых школах Красноярска проходили специальные учения на тему чужой в школе. И, честно, это радует. Ну, то есть учат детей, как нужно реагировать на то, что чужой в школе. Да, там это уйти в конец класса, вести себя тихо, там и другие поведенческие аспекты. И здесь важно напомнить об этом, можно поделиться тревогой. Я беспокоюсь, и это нормально, что ты можешь беспокоиться. Но стоит напомнить, что несмотря на то, что это произошло, все равно школа остается безопасным местом. Да, для этого нужно, чтобы сам родитель также эту школу воспринимал, иначе ребенок это почувствовал. А здесь... Нужна ли какая-то профилактика? В семье. В семье, я имею в виду, какая-то профилактика. Мне кажется, профилактика в семье нужна в любом случае, да, это и психологическое, ну, общение с ребенком доверительное. Это можно сколько угодно говорить по поводу увеличения, там, безопасности в школах, поставить металлоискатели. Но самый лучший вариант – это иметь контакт с ребенком, да, это разговаривать с ребенком. Как бы это ни банально ни звучало. Но не пугать при этом, да? Ну, я бы даже сказала, не сколько говорить про это, а буквально вести диалоги про разные вещи. Это и будет такой превентивной мерой. Часто в таких разговорах у родителей, особенно если мы говорим о ребенке постарше, рано или поздно возникает вопрос у ребенка, а почему это произошло? А родители, я думаю, сам, я на себя это прикладываю, я не понимаю, что может двигать человеком, чтобы он на это решился. Как отвечать на такие вопросы и нужно ли на них отвечать? Ну, на самом деле, можно так и ответить, огромное количество факторов здесь сходится вместе. Нельзя сказать, вот нет такого картина шутеров, да, вот она вот такая, психологический портрет. Да нет этого психологического портрета. Кто-то был под влиянием буллинга, кто-то не был под влиянием буллинга. Большинство из них были здоровые, это не были психически больными людьми, как нам не хотелось бы об этом думать. Поэтому буквально, да, очень много факторов. Это, возможно, был невероятно обиженный человек, это человек, который, может, подвергался перед этим насилием. Факторов очень много, но, к огромному сожалению, и мне жаль, и тебе жаль, мой дорогой ребенок, такое бывает. Может родитель, если неправильно поведет в беседу, наоборот, сделать в этом плане хуже, запугать ребенка? Ну, если запугивать, то, конечно, может, да, то есть смотри, там, осторожней, ходи, вот. Нет, это не про это разговор, это скорее про такое бывает, и мне, и тебе жаль. Ну, буквально, да, действительно, на земле происходят вот такие невероятно неприятные, трагические вещи. И нам с тобой надо учиться, научиться жить, при этом не снижая качество жизни, ну, буквально не замыкаясь в себе. Ну, то есть есть такие установки у взрослых, и эти установки потом взрослые передают своим детям. Да, конечно. Мир враждебен. Да, он пасит. Это самая ужасная установка, которая может быть. Мир на самом деле не враждебен, но бывает исключение, а бывает, да, бывает такое бывает. Это вот то же самое, что у нас происходит с самолетами. Мы всегда это воспринимаем как повод для фобии, для некоторых. Этого боимся, хотя на самом деле просто существуя пешеходом, даже мы не берем обычный транспорт, мы рискуем намного больше, чем находясь в полете. Так и есть. Но здесь включается наша иррациональность. Возвращаемся к рациональному мышлению, напоминая себе, что оказывается авиатранспорт самый безопасный транспорт в мире. Оказывается, там количество проверок превышает все возможные проверки в любой сфере. И вот это важно возвращать себя. Каждый раз буквально, как Мюнхгаузен за волосы, я возвращаю себя в реальность. Спасибо огромное. Вернули нас в реальность. Да, вернули в реальность. Ольга Долганина, клинический психолог, когнитивно-поведенческий терапевт и преподаватель. Сегодня дала очень конструктивные, очень рациональные нам советы. Возвращаемся в реальность. Мир на самом деле дружелюбен, но нужно быть внимательными, нужно быть бдительными. Так мне говорила бабушка каждый раз, когда я уходила в школу. Будь бдительной, Таня, будь бдительной. Вот такая я внимательная, но не боюсь. Спасибо.